Война и жизнь — это, наверное, усталость тоже. Не устал сам? Ну, такие вещи, как война, и не только война, они претерпевают три стадии, три фазы. Шок, привыкание и усталость. Шок был, привыкание было, усталость, наверное, усталость. Ну, два года в этом адском котле, когда ты не можешь отвлечься, ты не можешь думать о чём-то другом, ты не можешь расслабиться, ты не можешь смеяться, весело, беззаботно, как до войны. Ты всё время подсознательно и сознательно думаешь о войне, о потерях, о фронте, о вооружении, об оружии, о движении русских или недвижении русских. Ты всё время думаешь о войне. Поэтому, конечно, определённая усталость есть, но это не та усталость, когда хочется всё бросить, плюнуть на всё, когда хочется абстрагироваться полностью и обо всём забыть. Нет. Это не та усталость. Той усталости ни у меня, ни у украинского общества нет. Это хорошо. Конечно, я как коллега слежу за твоей работой, и хотел бы спросить чисто вот так, режим какой у тебя, какая рутина, вот именно как журналиста, вот за эти два года. Этот режим, наверное, уже состоялся, как битва уже для тебя, да? Ты знаешь, я просыпаюсь всегда, тут же беру планшет и смотрю, что произошло за ночь. А ночь бывает короткой, бывает очень короткой. Зависит от тревог. Потому что иногда тревога длится, например, с двух часов ночи до шести утра. Если ракетная опасность, я как добросовестный человек обязательно принимаю меры. Ракетная опасность. Ну, когда ракеты над головой летят, и ты их видишь. Вот. Я сразу с утра смотрю новости. Дальше постоянно новости, новости, новости. Потому что нужно быть всегда в курсе дела. Ну и эфиры. У меня бывают дни, когда по четыре эфира в день. По четыре в день. Интервью я беру в разное время. Бывало такое даже, что я брал интервью в три часа ночи. Когда был срочный эфир с Денисом Прокопенко, героем Украины, легендарным Рэдисом, который находился на территории Азовстали вместе со своими побратимами. Другой возможности у нас не было. Интервью было в три часа ночи. Это я хорошо запомнил. Вот твоя война, не только та, которая сейчас в Украине, твоя война информационная. Вот за эти два года есть уже такая непривычка, но сознательно понимаешь, вот это фейк, и это тебя старается продавать чисто на информационном фронте? Ну, информационный фронт, во-первых, он крайне важен. Я считаю, наравне с обычным фронтом, потому что от информации зависит очень много. И мы видим, что не состоялось бы, наверное, этой войны, если бы русские планомерно не засоряли головы своих граждан, если можно назвать этот сброд гражданами, пропагандой, дезинформацией и так далее. Я об этом говорил до войны очень часто, что какой канал российского телевидения федерального не включишь, прайм-тайм, там всегда Украина. И так было 8 лет. Украина, Украина, Украина. Они фашисты, они плохие, они хотят на нас напасть, они издеваются над людьми, они обстреливают Донбасс, дамбят бомбас, как мы говорим в шутку. Вот, то есть этот каток информационный, пропагандистский, русский, который с успехом, я считаю, осуществляли такие подонки, как Соловьев, Скобеева, Попов, там Бабаян, Симоньян, этот Норкин, Шноркин, все эти мерзавцы, по которым плачет Гаага, Гаагский трибунал, он сыграл свою роль, потому что если бы не было этого одурманивания, русские с такой легкостью не шли бы сюда, в Украину, уничтожать придуманный ими же фашизм, которого здесь никогда не было и нет. Поэтому информационный фронт крайне важен. Я не занимаюсь пропагандой, я занимаюсь информацией, я занимаюсь информированием мирового сообщества о том, что происходит в Украине и на войне в Украине. И учитывая то, что моя медиа-империя насчитывает более 10 миллионов только подписчиков, только подписчиков, я уже не говорю об охвате публикаций и интервью и прочих информационных таких факторов. Ну, смотрите, у меня два YouTube-канала, они имеют 6,5 миллионов подписчиков. Да, впечатляют. У меня Instagram – миллион 100 тысяч подписчиков, у меня TikTok – 900 почти тысяч подписчиков, у меня Facebook – там 802 канала с чем-то, Telegram, ну и сайт Гордон, наконец, это крупнейшее общественно-политическое интернет-издание, которое формирует мнение на основании проверенных, выверенных и с точки зрения журналистских стандартов безукоризненных публикаций. Поэтому, конечно, русским больно. Им очень больно. И, наверное, поэтому я являюсь сегодня единственным гражданином Украины за все 32 года независимости, против которого они применили такой, выдвинули такой комплекс мер. То есть это фантастика, на самом деле. Это журналист Гордон является у них, внесён в реестр террористов и экстремистов в России. Я являюсь иноагентом у них. Против меня было открыто в России три уголовных дела. Сейчас уже, вот буквально пару недель назад они открыли четвёртое уголовное дело. По трём делам я осуждён заочно басманным судом Москвы. И я объявлен в розыск. Но, что самое интересное, пару недель назад они меня, вот да, две недели назад они меня повторно второй раз объявили в розыск. То есть я такого вообще прецедента не слышал, когда объявленного в розыск человека объявляют в розыске ещё раз. Но знаешь... То самое интересное... Это хороший комплект. Ты назвал очень хороший комплект. Вся грудь в орденах почти прежний. Да, да. Что самое интересное, я очень хотел и хочу узнать, сколько же они мне дали, когда заочно осудил меня басманный суд Москвы. И я Марка Фегина, который является адвокатом, юристом, спросил, Марк, а как мне узнать? Он говорит, да проще простого. Надо зайти на сайт басманного суда Москвы и всё посмотреть, они всё пишут. Я попытался из Киева зайти, не получилось, у нас заблокированы правильно все эти помойки. Я попросил своих друзей в Европе зайти на сайт басманного суда. Они зашли. У всех приговоры, как приговоры. У меня написано, приговор Гордона засекречен ввиду особой опасности Гордона для государства России. Потрясающая история. Нет, ну там, конечно, ясно, там у нас дело с дураками, да, это очевидно, но видишь, сам напросился, сказал, империя Гордона, значит, это не только один Дмитрий Гордон, сколько большая твоя команда, кто тебе помогает, я думаю, чисто количество, ну, качество мы видим, чисто количество. Я думаю, в общей сложности человек 20, наверное. Немного, потому что это та работа, которая требует маленького количества людей, но очень самоотверженных, профессиональных, патриотичных, проверенных. Да, я работаю с людьми, ну, с теми, кто у нас работает в команде от 10 до 30 лет. Да. Вот, ну, и надо сказать, что огромную роль играет Олеся Бацман, моя жена, которая, ну, является мотором и двигателем и вдохновляющим фактором всей этой работы. Она необыкновенно работоспособна, умна, патриотична, опять-таки, профессиональна, и на ней держится очень много. Значит, ваша семейная жизнь тоже сейчас военная жизнь? Ну, безусловно, конечно, точно так же, как семейная жизнь миллионов украинцев. Вот, Дмитрий, тот гнев, который был первые дни войны, ну, войны, которая начала с 22 года, тот гнев, он как-то менялся, вот, против оккупантов, да, потому что это один гнев, когда это внезапно все, сейчас уже два года, да, тот гнев сейчас в Украине против оккупантов, как он менялся? Вы знаете, гнев хорошее слово, но еще лучшее слово ненависть. Я их, например, ненавижу, вот ненавижу эту уродливую фашистскую страну, ненавижу этого негодяя Путина, эту всю его шоблу, это же кошмарная вообще шобла просто. Я вспоминаю трансляцию заседания, ну, она была смонтирована, как мы потом уже поняли, трансляцию заседания Совета безопасности России перед вторжением полномасштабным. Это же паноптикум, это обезьянник какой-то, это вообще я даже слов не могу подобрать, то есть упырь, Путин склонял своих подопечных к четкой и ясной позиции по будущему вторжению, он их повязывал кровью будущей, и то, что нам это показали, то, что мы это увидели, это фантастика, это уровень, я, честно говоря, думал, что там повыше уровень руководства, но это пещерные люди. А сколько нам еще не показали? Мы видели, что это пещерные люди? Это пещерные люди, это отрыжка этого советского ненавистного прошлого. Эти люди воспитанные КГБ, МВД, советской властью, пионерией, комсомолом, Лениным, Сталином, оно у них все перемешалось в голове, знаете, пересношались мухи с тараканами в этих головах старых, тупых, и они теперь эту агрессию русскую извечную вылили на нас. Я-то Россию хорошо знаю, я ее, может, даже слишком хорошо знаю, потому что я с конца 80-х, где-то до середины, может, до конца 90-х годов активно занимался шоу-бизнесом, я зарабатывал деньги, концерты артистов, топ-звезд первой величины, и я много ездил по России, когда делал эти концерты, я объездил всю Россию, хочу сказать, от Калининграда до Магадана и Хабаровска, ну, на Камчатке не было разве что, знаю, что такое Дальний Восток, что такое Сибирь, ну, слушайте, Новосибирск, Кемерово, значит, Новокузнецк, Томск, я все это объездил и сходил, я знаю, что такое Урал, Екатеринбург, Челябинск, Миаз, Златоуст, Ижевск, Уфа, я знаю, что такое Поволжье, Казань, там, Чебоксары и так далее, ну, я знаю, что такое Москва, Питер, я два года служил под Ленинградом в Советской Армии, я все это знаю, я все это видел, я видел, как в Екатеринбурге с утра женщины приходили в столовую и хлопали стакан водки, я видел это хамство, эту агрессию, эту грязь, эту ругань, и то я же, как бы, я же, фу, я видел лучше, потому что, ну что, я летал бизнес-классом, я жил в лучших отелях, в номерах люкс, я питался в лучших ресторанах этих городов, но я видел эту жизнь, я ее понимал, я много знаю историю, я изучал ее, не только в учебниках, в учебнике все переврано, я изучал ее через восприятие, через призму восприятия моих героев, которые давали мне интервью, самые выдающиеся люди эпохи рассказывали мне, что они пережили в этой проклятой советской стране, я прекрасно знал, что такое геноцид собственного населения властью, я прекрасно знал о десятках миллионов уничтоженных людей вследствие гражданской войны, голодомора, сталинских репрессий, второй мировой войны, я прекрасно знал, что такое высланные люди, уехавшие люди, элита, что такое умершие от блокады в Ленинграде 900 тысяч человек, ну осколки этого старого мира, более-менее сбалансированного этого сливок общества, я все прекрасно знал, все прекрасно понимал, для меня Россия не являлась тайной, но я не представлял совсем своим знанием, что в 21 веке эта тупая неповоротливая махина обрушит всю свою мощь на Украину, которая не хочет жить, как Россия. Я не мог себе такого представить, чисто гипотетически даже. Я думал, ну вот начало войны, значит, ну меня предупреждали из разных источников, что война начнется именно 24 февраля. Из разных источников, и наши спецслужбы, и западные, значит, друзья мои, которые имеют доступ к информации. То есть, да, они говорили, они четко говорили. 23 вечера я когда-нибудь расскажу, кто позвонил и сказал, что в 4 утра начало из Вашингтона. Но я представить такого не мог, что можно вот так вот убивать людей, разрушать города хладнокровно. Я помню, первые дни войны, боже, я смотрю, Харьков, дома, Салтовка, девятиэтажки, шестнадцатиэтажки, и хладнокровно батареи русских расстреливают залповым огнем жилые дома. Это вообще, где это такое можно было представить себе? Как можно было представить? Поэтому это фашисты, это нечисть, это гадость. Конечно, кроме ненависти, они у меня не вызывают ничего. И я не случайно, вот эта знаменитая фраза, которая стала мемом, сказанная мной на третий день войны в эфире канала «Дождь», их еще не закрыли, их закрыли буквально на следующий день. Да-да. Когда я сказал, обращаясь к российской армии, пи***йте, нахуй отсюда, е***й, пи***йте. Я это говорил на... на... в том, что я чувствовал. И я сейчас это повторяю с удовольствием, потому что фраза актуальна.